Испытывающие почти наркотическую зависимость от мифов, армянские националисты никак не могут угомониться, поражая все новыми и новыми абсурдными выдумками. Казалось бы, за столько лет соседства к этому уже можно было бы привыкнуть, но армянские мифотворцы поистине умеют удивлять. Непризнанные гении, подарившие согласно армянским же мифам миру фен, цветной телевизор, бетономешалку и почти все остальное. На этот раз заявили авторство на турецкий ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар». Вы все верно поняли, не жалуйтесь на слух. В сети распространилось видео, на котором одна из армянских сказочниц на полном серьезе заявляет, что беспилотник, наводивший ужас на протяжении Второй Карабахской войны на зенворов, был изобретен армянскими учеными. Мне просто жаль, что наша страна своих солдат, своих хороших ученых отпускает за границу, но они могли бы их оставить. И это чертовый Байрактар, ведь наши армяне создали. Не опускали бы наших физиков, не опускали бы наших кубернетиков. И как тут не вспомнить диалог молодого армянина с нашими грузинскими братьями о христианстве? Заранее извиняемся за неэтические выражения, высказанные армянином. Я не знаю, что до Иисуса Христа я был христианином. А что, я неправильно говорил, что ли? Ой, Господи! А то есть христианин не от Иисуса Христа. А что же неправильно сказаться, что ли вы? Господи, Господи, это твой народ поменять нельзя, извлечить нельзя твой народ. Армяне нельзя извлечить. А где, блядь, Иисуса был, блядь, для нас нахуй? Объясни мне. Где он был-то, блядь? Объясни мне, блядь. Мы с первого века, сука, там живем, блядь, ебаный врод, блядь. Иной? Кто такой был? Иной? Ной? А, братишка? Кто такой Ной был? Он христианином был? Да. Ой, Господи, спаси и сохрани. Я, я молчу. Армянские мифы – это показатель маразма последней степени. Сложно выбрать, что наиболее абсурдно в данном землении. Например, если в Армении когда-либо имелись подобные способные конструкторы, то почему все сбитые и перехваченные до сих пор азербайджанскими военнослужащими армянские беспилотники были крайне примитивными, что называется кустарного производства? Почему подобные эффективные беспилотники тогда не использовались во время Карабахской войны или почему при наличии таких гениев оборонной промышленности армянская армия полностью зависит от поставок России? Неужели прям все уехали из страны, а чертежи продали ненавистным туркам? С другой стороны, исходя из слов этой армянской сказочницы, можно прийти к выводу, что сотни армянских солдат во время войны были уничтожены руками своих же соотечественников. Хотя и это вряд ли, ведь в соседней стране уже стало обычным явлением, когда армяне убивают армян. В древности придумывали уникальные сюжеты, в результате чего мифология стала достоянием мирового искусства. В армянских же мифах сюжет один присвоит себе что-нибудь чужое, и рассчитаны эти дешевые выдумки лишь на местное потребление. Армения, за все годы своего существования ничего не добилась. Экономически Армения является самым отсталым государством региона с самым большим процентом проживающего за чертой бедности населения. Армения не дала ничего миру и не в состоянии даже контролировать собственные государственные границы. И в таких условиях объяснима массовая склонность армянского общества к эскапизму. Им просто хочется убежать от кошмарной реальности и создать в своих вымыслах свой новый, дивный мир.